Всем огромный привет моим подписчикам, всем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, и рада представить вас на своем канале. Сегодня я решила поговорить с вами на довольно-таки интересную, полезную тему в свете того, что уже скоро лето, уже пора приводить себя, свой организм, свою фигуру в порядок, и главное, наш помощник в этом деле — это вода. Я придерживаюсь мнения, что вода — это источник жизни, это источник молодости, и нужно потреблять очень большое количество воды, ну, по крайней мере, 2 литра воды в день. Вода нам помогает чувствовать себя лучше, она помогает очищать наш организм, она помогает ускорять обменные процессы в нашем организме, и вообще вода — это очень-очень-очень полезная вещь. Мы состоим из воды на большую свою часть, и наши клетки состоят из воды, поэтому вода — это очень полезный и нужный элемент в питании, в образе жизни. И в связи с этим встает вопрос, как же заставить себя пить большое количество воды, потому что очень многие люди, я в том числе, очень долгое время как-то, ну, невозможно заставить себя, когда ты очень долгое время не пил воду, как-то не обращал на это внимания, а потом раз — и заставить себя пить 2 литра воды в сутки. Это кажется просто невозможным, и очень-очень сложно это сделать, и многие сталкиваются с этой проблемой, так как меня в последнее время очень часто спрашивают, так как я известный водохлеб, что как лучше, как приучить себя пить много воды, и в связи с этим я решила и создать это видео, и с вами сегодня эту тему обсудить. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просметить, что я сегодня остановлюсь только на тех пунктах, которые мне помогают потреблять нужное количество воды. Итак, прежде всего, свою, скажем так, свою водную диету я начинаю с самого утра, и я с самого утра выпиваю 1 или 2 стакана воды, чаще всего 2, потому что с утра меня мучает дикая жажда, я не знаю почему. Что бы я ни делала вечером, в любом случае, я очень хочу пить с утра, поэтому я выпиваю 1 или 2 стакана воды, и иду приводить себя в порядок, иду в душ заниматься своими делами, как-то, скажем так, пытаюсь занять себя минут 20 до завтрака, потому что если вы сразу выпите воды и позавтракаете, это не есть хорошо, нужно все-таки потребление воды и прочих жидкостей разделять с потреблением пищи. Следующий пункт это научить слушать себя, потому что я и по себе знаю, что чаще всего бывает так, что мы хотим есть, как нам кажется, и мы идем есть. На самом деле просто в большинстве случаев мы хотим пить, и таким образом мы путаем сигнал нашего организма о том, что мы голодны с тем сигналом, который он нам отправляет. На самом деле он хочет пить, он нуждается в воде, в свежей, чистой, но вместо этого мы идем, едим котлетки, и это минус для фигуры, и все равно организм не получает то, что он хочет, и он все равно требует еще, а мы опять-таки путаем вот эти вот сигналы, и опять даем ему не то. Поэтому нужно научиться слушать себя, и чтобы, скажем так, какая-то такая небольшая, небольшой лайфхак в этом деле, это каждый раз, когда вы хотите есть, и вы собираетесь поесть, вы должны попить воды. Просто если вы действительно хотите есть, то вода вам не поможет. Если вы хотите на самом деле пить, то ваше это мнимое чувство голода, оно пройдет, и вы таким образом, ну, я не скажу, что вы обманете свой организм, вы наоборот ему дадите то, что он хочет на самом деле. Поэтому перед каждым приемом пищи нужно стараться пить воду, чтобы проверить, хотим мы есть на самом деле, и просто потому, что пить полезно, и просто приучить себя перед каждым приемом пить воду, это уже огромный-огромный плюс, и огромное дело в свете вот этой вот водной деятельности. На самом деле это безумно важно, все-таки научиться слушать себя, и понимать, что организм испытывает обезвоживание, жажду, и очень хочет пить. Следующий аспект, почему люди не пьют воду, как я для себя уяснила, и почему я иногда не пью воду, это когда у меня нет доступа к воде. То есть, когда я нахожусь где-то в дороге, еще где-то, у меня нет с собой просто воды, мне негде попить, мне там не дойти до магазина, бывает и такое. И поэтому я советую, чтобы всегда, если у вас не будет возможности где-то выпить воды в спокойном доступе, как, допустим, у меня есть кулер в офисе, я спокойно хожу туда и пью по 10 раз на дню. Вот. Если у вас нет такой возможности, то вы носите с собой просто бутылку воды. Я думаю, что для девушки оптимальный вариант будет где-то пол-литра или литр. Даже литр, наверное, даже много будет, потому что я обычно, если беру с собой бутылку, я беру пол-литра, потому что иначе, если у меня будет там литр воды, у меня будет просто неприподъемная сумка первое время. Потом как бы за полпути я выпью воду, все, и опять все будет нормально. Но неважно. Нужно с собой всегда, чтобы была вода, чтобы была возможность попить воды, чтобы мы всегда знали, что вот у нас есть вода, которую нам необходимо выпить. Также, если вы будете носить с собой какую-то определенную емкость воды, вам легче будет понимать, сколько вы уже выпили воды. То есть вы не будете какую-то вот эту лишнюю информацию, там раз стакан, два стакан, там я еще что-то где-то попил, а у вас будет вот эта вот емкость, там пол-литра или литр, и вы будете четко знать, что вы выпили вот этот литр, и вы выполнили половину, грубо говоря, намеченный норм. Следующий аспект, который я считаю безумно важен, это пить качественную вкусную воду. Потому что если вы будете пить странную по вкусу воду, с каким-то металлическим привкусом, с привкусом мела или чего-нибудь еще, из-под крана, не дай бог, или какую-то несоответствующую санитарным и эпидемиологическим нормам, мало ли такое бывает, то никакого удовольствия, никакой пользы это нести не будет. Поэтому если вы начинаете заботиться о своем здоровье, заботьтесь о нем основательно и пейте очень хорошую, качественную воду. Это желательно, чтобы была все-таки вода с нормальным минеральным составом, чтобы там не было ничего лишнего, никаких металлов, чтобы там присутствовали, возможно, какие-то полезные вещества. То есть я больше всего люблю воду, которую у меня папа возит из источников Ленинградской области. Это абсолютно живая вода, я ее пью даже не кипяченую. Я понимаю, сейчас люди, многие мне напишут, что так делать нельзя, и по-хорошему надо пить кипяченую воду. Но, по крайней мере, за, наверное, лет 5, сколько я пью эту воду, со мной ничего не случилось ни разу, не случилось ничего плохого, у меня не было никакой там дифтерии или каких-то расстройств. В любом случае выбирайте качественную воду, хорошую, вкусную, потому что качественная вода, она не может иметь противного мерзкого привкуса. Качественная вода, она всегда, она имеет достаточно, скажем так, приятный, либо вообще вот такой вот вкус воды. То есть у меня как в голове есть четкое понимание, что у воды есть вкус, я чувствую ее вкус, уже пройдя столько времени, я чувствую ее вкус. И качественная, хорошая, природная вода с нормальным содержанием веществ, она вкусная, она будет иметь приятный достаточно привкус, такой вот водный приятный привкус, и очень приятно пить, и одно удовольствие ее пить, поэтому я ее выпиваю большое количество. Следующий аспект, я не знаю, достаточно спорный, но я все-таки придерживаюсь того, что на ночь нужно выпивать стакан воды, я выпиваю стакан воды. Для себя я поняла, что от воды на ночь я не отекаю, то есть если я выпью там даже литр воды на ночь, ничего со мной не случится. Если я один маленький стакан выпью, это вообще норма. Но я отекаю от других жидкостей, я отекаю от чая, я отекаю от, не дай бог, вина, я очень сильно отекаю от красного вина, и у меня просто лицо такой вот заплывшей свинки становится от красного вина, поэтому такие напитки я стараюсь не пить, а воду я всегда стараюсь на ночь выпить, хотя бы один стакан, чтобы организм мой не испытывал жажду, не испытывал какой-то дискомфорт во время сна. И лицо у меня от этого стакана воды никогда не отекает. Я не знаю, многие считают, что пить на ночь все-таки вредно, многие говорят, что они отекают от этого. Для себя я поняла, что от воды, от нормальной, чистой, хорошей воды я не отекаю. Последнее, что я вам хотела сегодня рассказать, это о своем помощнике, о приложении на iPhone. Это приложение Water Balance, то есть вот здесь вот, если вам видно, такой вот человечек, который заполняется водой. Бесплатное приложение в App Store, я думаю, что такие же есть аналоги и для андроидов. Значит, здесь приложение, в котором вы отмечаете, что вы пьете, сколько вы пьете, он заполняет вашу норму. Также вы можете свои данные сюда ввести, он вам посчитает ту норму воды, которую вы должны выпивать каждый день. Также здесь есть полезные, интересные факты о воде, которые можно прочитать. И также в зависимости от того, какую вы жидкость пьете, он пополняет ваш водный баланс или уменьшает водный баланс. То есть из этого приложения я узнала, что, например, чай, кофе, алкоголь, точнее я и знала это, но я так реально обратила внимание на этот момент, что чай, кофе и алкоголь, они уменьшают водный баланс, то есть они являются, скажем так, обезвоживающими наш организм факторами. Поэтому употребление чая и кофе и алкоголя, оно не очень хорошо сказывается на нашей водной диете, поэтому я стараюсь сейчас в летнее время ограничивать все-таки потребление чая, кофе и, естественно, алкогольных напитков в меру своей возможности. Так, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. В комментариях давайте обсудим, сколько пить воды нужно, пьете ли вы эту норму воды, любите ли вы пить воду, какие у вас есть секреты для того, чтобы употреблять нужное количество воды в день. И все, до встречи в следующих видео, всех вас целую, люблю и пока-пока!